Привет! Я долго думал выкладывать этот видос на канал или нет, думал даже создать отдельный лайв канал, на котором буду экспериментировать с такими разговорниками, но в итоге решил, что раз основной костяк людей, смотрящих меня здесь, то и делиться с вами всякими новостями мне нужно в первую очередь тут, а дальше уже будем решать. Видео будет не совсем об игре. Такое, под чаек, кофеек, под прогулку до метро на работу или обратно, на видеоряд я поставил нарезку из матчей Горнила, который я отыгрывал с автоматом Лот Брок С, с перком захват цели. Мне автомат очень понравился, я играл сначала с одним роллом, потом с другим. В общем, расслаблялся, стрелял в пепепе, думал о всяком и поймал себя на мысли, что в голове отыгрываю какой-то стрим. Знаете, мысли неслись, я что-то рассуждал сам с собой о том и другом, и подумал, а что если еще раз попробовать такие разговорные видосы. Знаю, что части подписчиков такое очень нравится, ну а тем, кто приходит на трипл вайп только за гайдами, что ж, всем не угодишь. Мир меняется, страж, нужно приготовиться и приспособиться, как говорил Криптарх. Первое, о чем я бы хотел с вами поговорить, это о том, что я рад, что после моей паузы, когда я не выкладывал ролики 3-4 месяца до выхода Лайтфолл, вы встретили меня очень тепло. Многие переживали о моем исчезновении на канале, я ничего не писал, не выкладывал, и мне приятно было читать добрые слова. Спасибо большое, я рад вернуться и надеюсь, что у вас тоже все хорошо. Пропадал я из-за переезда, я был в дороге, был в страшных запарах с документами, с налаживанием всех процессов по работе. Это стоило мне много сил и нервов, и по правде сказать, я не был уверен, что у меня появятся силы вернуться на канал в ближайшее время. Но все же ролики делать я люблю, люблю рассказывать вам разные интересные штуки из мира игры, так что это меня мотивировало. Конечно, когда переезжаешь, когда отъезд вызван не тем, что тебе супер хорошо, что ты готов к новым открытиям и вызовам, а обусловлен драматическими и мрачными событиями, все идет не совсем по маслу. В итоге я остался без компьютера, без микрофона, без карт захвата и вообще чего-то пригодного для поддержания выпуска контента. Но это просто было не в приоритете. Я все еще записываю голос для видео на гарнитуру для айфона, монтирую на макбуке 2012 года. На нем, кстати, я монтировал первые видосы на этот канал, еще с Экси Игосом. И вообще, не пользовался я этим компом несколько лет, а тут он стал такой палочкой-выручалочкой. Правда, видосы даже на ютюбе в плеере вообще в Full HD не тянет. Так что, конечно, я бы очень хотел найти возможность купить новый ноут, но с деньгами пока проблемно. Я, конечно, повесил сбор доната на бусти, но там за два месяца вот так. Собрано 2500 рублей из 120, так что, видимо, пока не судьба. Но я это к чему? Желание делать контент сейчас у меня сильнее, чем технические возможности. Поэтому я все равно стараюсь, монтирую кусками видосы, потом сшиваю и рендерю кое-как. Но, что более важно, я ищу новые форматы для этих самых видео. Сейчас мне неинтересно делать обзоры на оружие в Destiny с такой частотой, с которой я их делал год или два или три года назад. Квесты в Destiny, по которым нужны были бы руководства, тоже появляются, ну, раза три-четыре в году, в начале каждого сезона, например. Но подобного рода контент я делал семь лет. Ребят, прикиньте, семь лет я уже пашу для канала. Я тут вот пока делал недавно ролик из новой рубрики, что было раньше, копался на своем канале в старых видео и потом в телеге у вас спрашивал, какие обложки для видео нравятся больше старых. Это же каждый раз я старался, думал, следил, как на обложке кликают. В общем, полистал их так, повспоминал, поностальгировал. Оглядываясь назад, сам охреневаю, правда? Так вот, семь лет. Думаю, пора бы что-то поменять и самое главное выдохнуть уже и расслабиться. И делать то, что самому по кайфу. Вот я, в общем-то, и делаю. Пробую читать реддит с вами в новой рубрике, пробую ностальгировать в другой, пишу статьи с рассуждениями по сюжету или знакомлюсь с утечками на бусти. И общаюсь с вами в телеграме, там я вообще балдею, мне очень нравится вести канал в телеге, нравится простота и доступность контента. Нравится с вами там общаться и я вижу, что там уже сформировалось свое такое ламповое комьюнити, которое помогает новичкам. Это круто. Ну так вот, каналу. Я думаю, что в ближайшее время я сфокусируюсь на таком, ну, я бы назвал его развлекательным тематическим контентом. Да, у меня так или иначе все видео об играх и они все развлекательные, но сейчас я бы это оформил в более сформулированную идею. Я не хочу гнаться за мантрой, выпускаем видео каждый день. Я не буду делать гайды по рейдам только потому, что если не сделаю я, не сделает никто. Что, кстати, тоже неправда. Я видел сейчас на ютюбе, есть несколько каналов на русском языке по Дестине. Некоторые выглядят перспективно, некоторые нет. Я рад, что ребята стараются и зарабатывают какие-то просмотры и аудиторию. Мне кажется, это как раз офигенно здоровый процесс. И если бы в итоге вы смотрели гайды на оружие на одном канале, как, допустим, раньше канал Вакая специализировался на подсчете циферок от пушек, ждали пвп-советов на другом каком-нибудь канале, а ко мне приходили за тематическими видео в духе возвращаемся на персонажей из Дестине 1, ну или еще чем-то таким, что просто будет давать интересный контент для того, чтобы отвлечься, то вот так было бы круто, на мой взгляд. Поэтому мне важно видеть всю обратную реакцию на мои последние ролики. Тренды Реддита по Дестине и что было раньше. Потому что я был бы счастлив развивать канал вот так, а не делать видосы с руководствами только для того, чтобы оправдывать ожидания. Притом эти ожидания, они как будто бы в первую очередь мои от себя же. Я когда-то себе эти установки задавал и сейчас хочу им соответствовать. Хотя уже игра другая, аудитория другая, да и в общем-то я другой. Меня тут спрашивали не так давно в Телеграме о том, случалось ли у меня когда-нибудь выгорание Дестине. И я там ответил, что случалось и не раз. И вот наверное корень тех периодов выгорания всегда был в том, что я пытался соответствовать своим ожиданиям планке по выпуску контента, который установил, будучи в других обстоятельствах. Сейчас все иначе и повторять тех ошибок я точно не хочу. Так что резюмируя эту часть, план таков. На канале не исчезнут видосы с рекомендациями по перкам, например, или с обзорами на экзоты. Нет, это оно останется. Я продолжу рассказывать о каких-то таких прикладных деталях игры, о контенте. Но кроме этого, я более качественно буду фокусироваться именно на полноценных каких-то сериях, новых форматах. Искать то, что будет интересно делать мне и будет находить наибольший отклик в вас. Мне сейчас важнее качественный диалог, чем количество просмотров. Они потом придут, если мы с вами все сделаем правильно. Не знаю, это не должно было звучать как-то грустно. Скорее наоборот, я бы такую честность назвал позитивом. Но чувствую, что у кого-то могут быть такие минорные эмоции от сказанного. Так что давайте немного отвлечемся. Я упомянул тут про свой переезд. И да, я прожил полгода в другой стране. Я привыкал к куче новых бытовых особенностей, к языкам. И мирился не с тем комфортом, к которому привык. Вот, например, мой сетап, когда я встречал дополнение Королева-Ведьма. А вот как я играл в конец света на релизе после переезда. Рыбацкий стул, телевизор ноутнейм марки. И хрупкая надежда на то, что моя спина и жопа потом не отвалятся на утро после какого-нибудь ночного Day One забега, например. Да, как можно заметить, я играю на Xbox. Это теперь моя единственная и основная платформа. Xbox я люблю, он у меня с релиза платформы. Но вот играть в шутеры на нем не очень люблю. Дело в том, что я со старших классов, со старших классов школы, да, был сони боем. У меня была плойка третья, четвертая, пятая была, но я ее даже не распаковывал. Сразу продал, потому что игр там не было, да и нет. А вот бокс с геймпасом было очень приятно осваивать. Беда только в том, что в Destiny я притом играл на ПК, в PvE на мышке, а в PvP на геймпаде от PlayStation 4. И переучиваться на боксовский контроллер для меня стало очень мощным испытанием. Считайте, я не играл в Destiny около 4 месяцев, а потом зашел в нее на новой платформе с новым органом управления. Я охерел просто, да, я охерел от стиков, от того, как прожимаются кнопки, но еще больше охерел от того, что я привык играть с лепестками. Ну, это кнопки дополнительные, которые сзади на геймпаде. Которые на площадном DualShock у меня были, а на базовом контроллере бокса их нет. Да, там для него есть наикрутейший элит контроллер. Ну, во-первых, он стоит около 15 тысяч, которых сейчас лишних нет. А во-вторых, я обошел магазины техники в двух турецких городах, и нигде его не было в наличии. Так что, больно страдая, но я учусь. Вот, наверняка, глядя на геймплей в этом видео, вы обратили внимание, насколько всрато я двигаюсь. Кроме этого, бокс не умеет записывать нормальные видео, продолжительностью больше, чем одна минута, что меня, как контент-мейкера, конечно, очень радует. Угу. Как же прекрасно скидывать 16 видео для того, чтобы склеивать их на ноуте 11-летней давности. Балдеж. В общем, про бокс у меня есть много впечатлений, и до того, как я начал играть на нем в Destiny, они были только положительными. Но я обещал не растягивать это видео, так что не буду особо рассусоливать. Когда это видео откроется на ютюбе, я буду в процессе другого переезда. Да, еще одного. Это будет отпуск и пристыкованный переезд на еще какой-то срок. К сожалению, сами знаете, какая нынче у нас жизнь, так что вынужден перемещаться, двигаться и мечтать о спокойной жизни и создании хоть какого-то рабочего места и спокойного дома. Надеюсь, у вас тоже все будет хорошо. Если кто-то хочет понаблюдать за моим бытом, за тем, как я охреневаю или как кайфую, я буду выкладывать и рассказывать о чем-то у себя в другой социальной сети, которая заблокирована. Но там можно выкладывать фото, можно делать короткие видео, публиковать материал, исчезающий через 24 часа. А ник у меня там Джонни Лейни. Я не могу больше намекать, но было бы прикольно подписчиков там до 1000 добить, кстати. Так, буду закругляться. Вижу, уже растянул видос. В отложке на канал еще пару видосов я закинул. Надеюсь, я их успею подготовить до отъезда. А так, все важные новости по игре и интересные детальки буду постить в Телеграм и на Бусте. Я знаю, что я уже заебал с этим Бусте, но, ё-моё, он для меня сейчас просто как вода. Потому что за год на Ютюбе мне накапало царских 40 долларов монетизации. А в Бусте я вкладываю время и азарт. И я очень рад приветствовать там каждого, кому не безразлична судьба канала Трепллай. Так что спасибо тем, кто там уже подписался. Но остальных очень сильно жду там. Давайте там эксклюзивные материалы, видосы без рекламы. Что еще нужно? Глядишь, там и на микрофон соберем. А то и на ноутбук. Спасибо, что дослушали. Пишите в комментариях, как вам такие соло-подкасты. Изливание душонки, стража. Ну и до связи.